Здравствуйте! Эфир продолжает итоги на своем. Меня зовут Никита Шишков и давайте вместе обсудим, чем запомнится эта короткая рабочая неделя. Вот несколько главных тем. Ставрополье скорбит вместе с Казанью. Меры безопасности в школах края будут усилены и как регион встретил День Победы. Это если совсем коротко, но теперь давайте перейдем к полному анонсу выпуска. Прививка от коронавируса делать или нет? Эксперимент от нашего корреспондента. Бродячие собаки, друзья человека и источник опасности. Что делать, если животное без хозяина и как уберечь себя от дворняги? Какую историю могут рассказать снимки? Хронику военных лет восстановим с помощью старых фотографий. И погода позволяет. Куда в обеденное время выйти на пикник? Мы составили свой топ красивых мест в Ставрополе. Об этом мы не только расскажем далее. Мы начинаем выпуск. В учреждениях образования края усилят меры безопасности. Эта тема стала основной во время рабочей встречи губернатора Владимира Владимирова и руководителя профильного министерства региона Евгения Козера. После трагедии в Казанской гимназии глава края поручил провести ревизию в школах, детсадах, колледжах и летних лагерях. Сейчас проверкой охвачены больше полутора тысяч заведений на предмет систем оповещения, видеонаблюдения и наличия тревожных кнопок. С штатными сотрудниками храняется 836 организаций, ЧОПами храняется 542 организации из этого количества, а совместными 235. Это цифры, которые фактически на сегодняшний день. Соответственно, да, есть и сторожа. Я при проведении проверки очень прошу на это внимание обращать. Прям очень. Я понимаю, что все это затратно. Но тем не менее, раз уж мы с вами эту проверку проводим, в любом случае будем ходатайствовать перед нашим руководством о том, что такой случай произошел. Нужна федеральная программа и национальный проект образования дополнить обеспечением сегодня образовательных учреждений необходимым уровнем безопасности. Обсудили и образовательную инфраструктуру. За последние 8 лет по краю ввели в работу 87 новых детсадов и 20 школ. Что касается грядущих экзаменов, этим летом аттестацию пройдут 23,5 тысячи девятиклассников и почти 12 тысяч учеников 11 классов. Для них в конце июня впервые пройдет общий краевой выпускной бал «Ветер перемен». Заезд до 9 часов. Рассчитываем с 18 до 21 заезд. Затем с 9 до 23 мероприятия. И в 23, в принципе, мы начинаем. И по плану с переходом потом на Крепостную гору и с вечера света там, соответственно. Пока вот такой план. Вы знаете, я просто... Смотрите, у нас вот есть алые паруса, да, в Санкт-Петербурге. Я думаю, что наши ставропольские дети тоже достойны большого, хорошего выпускного. Поэтому прошу вас очень внимательно и к вопросам безопасности сюда подойти. И возвращаясь к теме безопасности в школах, Ставрополье в эти дни скорбит вместе с Казанием. Траурная акция прошла в краевой столице на базе Северокавказского федерального университета. Ее участники возложили цветы и мягкие игрушки в память о погибших. Напомним, во вторник в гимназии номер 175 в Казани 19-летний местный житель начал стрельбу. При нападении погибли 7 школьников и двое взрослых. Около 20 человек госпитализированы. Это, конечно же, страшная трагедия. И очень страшно осознавать, что умирают дети и что эти люди растут среди нас. И я не знаю, как можно предотвратить такие события, потому что не мне давать оценку. Просто, как факт, это страшно. И студенческое сообщество очень часто работает с детьми. И мы понимаем, что они невинные души. Ну а теперь перейдем к теме, которая уже больше года не покидает пределов информационного поля. Говорите, надоел коронавирус и хотите, чтобы жизнь вернулась в привычное русло. Решение есть и оно простое. Надо идти и вакцинироваться. На сегодняшний день это единственный из известных способов снять все эпидограничения. Моя коллега Джамиля Ибрагимова стала одной из тех, кто решился привиться. И она готова поделиться личным опытом с нами. Честно, в деталях и на камеру. Всем добрый день. Меня зовут Джамиля. И сегодня я собираюсь сделать прививку от коронавируса. Перед тем, как отправиться на прививку, я делаю то, что делали тысячи людей до меня. Обращаюсь к интернету за советом и узнаю. И узнаю, что какой-то особой подготовки вакцинация не требует. Ограничений в питании нет. Разве что надо воздержаться от алкоголя. Но с этим у меня сложностей не будет, ведь я человек непьющий. Сегодня сделать прививку от коронавируса просто как никогда. В одном только Ставрополье есть множество пунктов вакцинации, которые открыты и в поликлиниках, и в торговых центрах, и на рынках. Я вот, например, выбрала для себя место, которое займет минимум моего времени. Посмотрим, так это или нет. Здравствуйте. Я хочу сделать прививку от коронавируса. Что мне для этого нужно? Вам нужен полис-паспорт с НИЛС, заполнить анкету. У нас есть волонтеры, они вам помогут. И вы проходите, прививайтесь. Анкета несложная, вопросы стандартные. Но даже если возникнут трудности с ними, то девушка-волонтер рядом. Она все подскажет. Прошу заметить, что пришла я сюда без какой-либо предварительной записи, но меня все равно спокойно приняли. Ну вот, наконец, подошла моя очередь. Здесь, в соседнем кабинете, меня ждет осмотр врача, ну и потом сама вакцинация. Здравствуйте. Здравствуйте. Перед вакцинацией я чувствую себя совершенно спокойно, потому что шла на этот шаг осознанно. Я хочу сделать прививку, потому что хочу чувствовать себя свободно и жить не боясь. Я уверена, чем больше людей вакцинируется, тем быстрее у нас выработается коллективный иммунитет, и тем скорее мир снова станет прежним. Как комарик упустит? Да, комарик упустит. Все? Я жива. Без рекомендаций врача из пункта вакцинации вас точно не отпустят. Медик на месте расскажет, что можно, а чего нельзя делать после прививки. Три дня не посещаем баню и сауну, не расчесываем место инъекции. Если будет какая-то отечность, то принимаем антигистаминные препараты. Ну вот и все. Мне сделали прививку от коронавируса. На все про все у меня ушло примерно 10 минут, и это при учете небольшой очереди внутри. Уже после введения второго компонента вакцины, а это будет через 21 день, в моем организме начнут формироваться антитела. Те самые, без которых сегодня никуда и ради которых все затевалось. И тогда же мне выдадут важный документ – сертификат о прививке. Документ, который в нашем современном постковидном мире станет пропуском везде и всюду. Джамиля Ибрагимова и Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение. Как бы ни казалось, что коронавирус ушел на второй план и остается где-то на фоне, болезнь до сих пор опасна для многих. Если вы не переболели в первый год эпидемии, это не значит, что вируса нет вовсе. Десятки и сотни тысяч перенесших инфекцию не дадут соврать. Я вот тоже уходил на больничный зимой и точно скажу, что сходить два раза на прививку куда проще, чем полмесяца провести в заперти и с недомоганием. Ну а последние дни минувших майских выходных, конечно, сильно огорчили своей погодой. Дожди и низкая температура сорвали немало планов, но благо хоть крупного града не было. Этому особо рады аграрии. Ну а между тем на борьбу с ледяными осадками край в этом году потратит 50 миллионов рублей. По данным регионального Минсельхоза, в течение месяца противоградовая служба обработает территорию площадью 830 тысяч гектаров. Это потенциально опасные для гроз территории края. По шесть ракетных установок будут в Кировском и Шпаковском округах, по семь в Придгорном и Андроповском, и еще 18 в Кочубеевском округе. Надеемся, что все это поможет сберечь грядущий урожай. Правда, оберегать себя приходится не только от опасности с неба, но и от опасности четвероногой. За последние дни в нашу редакцию поступило сразу несколько обращений на одну и ту же тему. Люди жалуются на бродячих собак. В одних случаях животные просто ведут себя назойливо и громко лают, а в других и вовсе нападают на прохожих. Как можно решить такие проблемы и почему собака все-таки бывает кусачей, разбирался Леонид Ночекуренко. Ты откуда такая взялась, а? Ты откуда такая взялась? Гавкаешь тут у меня под окном. Иди отсюда. Пошел. Пошел отсюда, зараза. У пенсионерки Рагибы из Демина с недавних пор что-то вроде нового хобби. Как только видит неподалеку от дома бродячих псов, тут же берется за телефон. Собак она недолюбливает по многим причинам. Они путаются под ногами, пристают к идущим в школу детям. Если две стаи дерутся, это страшно и очень громко. Начинает драться здесь такой, стоит шум, что вот в квартире, да, выглядываю, выхожу в окно, смотрю, господи, что это такое, что тут такое творится. А некоторые не только лают, но и кусают. Молодая мама Ольга везла в поликлинику сына. Стоило выехать на улицу, как на коляску напали сразу три собаки. Они сначала стали лаять на колеса, а потом пошли в атаку. Оказавшаяся рядом женщина помогла отогнать животных. Но те страшные минуты Ольга вспоминает до сих пор. Она вот за ногу, вот здесь меня за икру ухватила и держала зубами. Просто держала, не кусала, то есть даже джинсы не пострадали. Но, честно говоря, было страшно. То есть ты как в капкане, ты стоишь, не знаешь, что делать. Первый раз на этой площадке. То есть я все время вот там вот обхожу. Конечно, это вот нерационально, но не могу сюда приходить. Страшно очень. В этом садовом товариществе по поводу собак даже устроили собрание улицы. В округе больше десяти бродячих псов. Многие без страха вышли к людям прямо во время съемки. А вот жители, наоборот, их боятся. Особенно, когда провожают в школу детей. Собаки – это просто бич нашего вообще края, нашей тошлы. Именно вот особенно на дачах. Они сейчас перекочевали к нам. Вот посмотрите сами. Дети боятся. Я уволилась, чтобы ребенка своего водить в школу, потому что одного отпускать страшно. Собаки есть и злые, которые прям бросаются на детей. У нас были случаи, когда бросились на ребенка, который шел в школу. Девочки вот наши. Они просто-напросто отбивали эту девочку, которая просто кричала «караул». Но, конечно, не все бездомные псы – источники угрозы. Среди них немало безобидных, спокойных животных и даже всеобщих любимцев. Они живут во дворах, взрослые их подкармливают, а дети играют и дают клички. Люди их кормят, мы их подкармливаем, люди их кормят. Они никого не трогают. Детей безумно любят, провожают всех и встречают. И взрослых они любят. С 2020 года в России запретили автаназию собак. Взамен закон предложил гуманную меру. Дворняк отлавливают, стерилизуют, вживляют чипы и отпускают на волю. Но как же оградить людей от плохих, опасных животных, но при этом не обидеть хороших и мирных? Муниципальные власти утверждают, для этого нужно разобраться. Отчего же собака стала кусачей? Есть понятие «мотивированная агрессия» и «немотивированная агрессия». Соответственно, если животное ведет себя мотивированную, проявляет агрессию, оно подлежит повторному отлову и уже пожизненному содержанию в приюте для наших безнадзорных животных. Приют безнадзорных животных у нас лучший друг, который находится на проспекте Кулакова. Причин для собачьей агрессии много. Дворняга может быть напуган, защищать еду или потомство, почует запах, который сочтет опасным. В стае вожак может спровоцировать других псов. Если нападение все-таки случится, разбираться в этих причинах будет некогда. Что же делать, если собака на тебя все-таки напала? У кинологов есть простые рекомендации. Нужно встать в боевую стойку, по возможности защитить горло, прижав подбородок к груди, выставить вперед локоть, три другие конечности тогда останутся для защиты. Если есть возможность вооружиться чем-нибудь, например, палкой. Но это все, разумеется, только если животное проявляет неприкрытую агрессию. Во всех остальных случаях желательно оставаться людьми и помнить, что собака – это в первую очередь друг человека. Ну что, дружочки, будем есть. Тут есть вкусненькое. Леонид Нечапуренко, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение. Пожалуй, главное, если уж и бороться с проблемой бродячих собак, то делать это гуманно и животным не уподобляться. Помочь с этим должны приюты. Как раз два таких больших центра должны появиться близ Ставрополя и Пятигорская. Там четвероногим окажут ветеринарную помощь, сделают все прививки и помогут найти хозяев. Другим темам – песни, от которых по коже бегут мурашки. В Ставрополе завершился Всероссийский фестиваль патриотической песни «Солдатский конверт». Для участия в финале приехали артисты из разных регионов страны, а председателем жюри стал знаменитый певец Лев Лещенко. Он дал советы молодым исполнителям, съездил в гости к ветерану Великой Отечественной, а во время гала-концерта вместе со ставропольцами исполнил легендарную песню «День Победы». Леонид Нечапуренко обо всем по порядку. Все артисты, которые вышли на сцену фестиваля – это молодые люди. Они любят современную музыку. Кто-то рэп, кто-то рок, а кто-то и попсу. Но в Ставрополе они исполняют совсем другие песни. На многих росли их мамы и папы, а то и бабушки с дедушками. Другие написаны современными авторами, но как будто тоже пришли еще и с тех времен, когда эстрада была патриотичнее, а ветераны – моложе. Хоть мы поем эстраду, хоть мы поем попсу, да, современные все равно. Эти песни живут в нас, мы их поем, и нам это нравится. Мы приносим людям удовольствие. Эти песни поют всем народам. Поэтому я думаю, что мы их не забудем никогда. Все выступления подробно разобрали члены жюри во главе с председателем Львом Лещенко. Лев Валерьянович остался доволен увиденным и услышанным. А вам все удачи, успехов и о городу процветания. Да здравствует Ставрополь. Ура! На фестиваль приехали 26 артистов и музыкальных коллективов из 16 регионов России. Когда решающие выступления остались позади, молодые люди смогли лично пообщаться со Львом Лещенко. На встрече говорили о творчестве, патриотизме и саморазвитии. Председатель жюри поблагодарил конкурсантов за то, как искренне они подошли к своим номерам. Это та самая чувственность, которая является такой своеобразной на сегодняшний день. Я не знаю, может быть, кто-то думает иначе, но это такая, в общем, наша коллективная совесть. Когда мы видим ветеранов с их орденами, наградами, понимаем, что это, в общем, жизнь, которую они нам подарили. К одному из таких ветеранов Лев Лещенко даже приехал в гости. Вместе с губернатором Владимиром Владимировым артист навестил в изобильном героя Советского Союза Андрея Титенко. Прославленному фронтовику сейчас 102 года. Здравствуйте, я пою День Победы. Помните, пишите, этот День Победы порохом пропах. Это праздник с сединой на висках. Да, да, да. Это мы делаем все. Это ради вас делаем. Да. Ради вас делаем. Наяву. Да, наяву. Похоже, в восторге от этого знакомства остались и ветеран, и народный артист. Не мог даже представить, что это событие, вот оно теперь останется, наверное, в памяти у меня, как такое очень знаковое событие. И, ну, мы переполнены чувством благодарности, конечно, к этим людям. Ну, а послушать победителей фестиваля и самого Льва Лещенко в центре Ставрополя смогли все желающие. Трехдневная программа фестиваля завершается большим концертом на Крепостной горе. Совсем скоро мы узнаем имена победителей. Но самое главное, это, конечно, не они, а возможность исполнить любимые песни и быть уверенным, что твой голос не будет единственным. Его подхватят и другие голоса, потому что это песни, которые всех нас объединяют. Например, такие. День Победы. Как он был от нас далек. Как в костре потушен, таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день мы верили. Порохом парамат. Леонид Нечапуренко, Ставропольское телевидение. Это была только первая часть выпуска, но впереди немало интересного в эфире. Итоги на свое. Не переключайте. Какую историю могут рассказать снимки? Хронику военных лет восстановим с помощью старых фотографий. Через тернии на сцену Ставропольцев с праздником Победы поздравил рок-музыкант Чиш. Интервью с песенником в нашем эфире. И погода позволяет. Куда в обеденное время выйти на пикник? Мы составили свой топ красивых мест в Ставрополье. Об этом мы не только расскажем далее. Мы продолжаем выпуск. Погодные капризы, похоже, наконец в прошлом. Дело к лету. Ну а значит и фермеры завершают севьеровых на полях. Об этом отчитался Минсельхоз края. К середине месяца аграрии засеяли уже 745 тысяч гектаров. Это 93% всех выделенных территорий. Что касается культур, то полностью завершили работу с сахарной свеклой. И со дня на день закроют вопрос по подсолнечнику. Поработать еще придется с кукурузой, горчицей, льном и кориандром. Посевную ориентировочно должны завершить к 20 мая. И прогнозы на урожай благоприятные. В противовес прошлогодней засухе, этой весной на поля выпала почти полторы нормы осадков. Так что теперь надежды на то, что и лето не будет излишне жарким. Идем далее. Время бежит быстрее, чем нам кажется. Проходят годы, и часто единственным напоминанием о минувших днях становится фото. На старых снимках, благодаря стараниям фотографов, остаются свидетельства давно позабытых мгновений. И теперь, десятилетия спустя, мы можем увидеть героев фотографий так, будто они и сейчас рядом с нами. Об одной из таких историй Елена Мирошникова. В канун 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стартовал онлайн-проект «Великая Победа. История одной фотографии». На собранных проекта-снимках перед нами предстают настоящие герои. Они прошли сквозь все тяготы и лишения военных лет, а после продолжили защищать Родину, но уже в органах внутренних дел. Но на фото мы видим простых людей со своими мыслями и мечтами. Тех, кто не только воевал, но и просто жил в эпоху Великой Отечественной. И сейчас только фотографии, настоящие свидетели тех непростых лет, могут показать потомкам эту забытую сторону военных дней. Этот снимок был сделан в 1942 году. Тогда двое молодых солдат еще не знали, что им приготовила судьба. Один из юношей, 23-летний Петр Тараканов, совсем скоро получит долгожданное офицерское звание. Впереди его ждут суровые военные будни, заслуженные ордена и медали, и служба в милиции. Петр Михайлович выйдет в отставку много лет спустя, с должности начальника управления охраны общественного порядка. А этот снимок был сделан в самый разгар войны, в 1943 году. Это сотрудники Игорлыкского отдела внутренних дел. В те непростые времена, когда все, кто мог, ушли на фронт, отдел был немногочисленным. Всего семь человек личного состава, и трое из них – женщины. Сам отдел просуществовал недолго. В 60-х годах его разделили на два – Кочубеевский и Изобильнинский. Они существуют и сейчас. В 1943 году в своем кабинете в объектив камеры попал и Алексей Чумаченко. Тогда он служил заместителем командира полка. В тот момент личный состав ждал передислокации после освобождения Новороссийска. Войну Алексей Семенович закончил командиром полка. А в 1949 году поступил на службу в органы внутренних дел Ставрополья. А это Иван Барабаш. В 1944 году ему было всего 17. Но он уже стал младшим машинистом линкора «Архангельск» Северного флота. Снимок сделан на фоне знамени того самого судна. Такое право давалось только тем, кто отличился службе. Это была своего рода награда за доблесть. Позже этот серьезный юноша был удостоен многих военных наград. А фото дошло и до наших дней. А это уже 1945 год. Война закончилась. И 25-летний Павел Костыгов с товарищем готовятся к параду победы в Москве. Но по взгляду молодых солдат видно, насколько долгим был их путь к победе. Позади долгие военные годы, оборона Москвы, Тулы, Прянска, борьба с националистами в Прибалтике. В следующие 25 лет Павел Костыгов отдал службе в милиции. Настоящие свидетели минувших лет. Фотографии. Потомки запечатленных на них людей бережно хранят эти снимки, как настоящее свидетельство из прошлого. Возможно, когда-нибудь через десятки лет, для кого-то и наши снимки станут свидетельствами нынешней эпохи. Ну, а впрочем, рассказать о прошлом могут ведь не только фотографии, но и музыка. Особенно, когда везут ее к слушателю сами артисты. Вот и в краевой столице недавно побывали музыканты группы Чиш и Ко. Их лидер Сергей Чеграков дал эксклюзивное интервью нашему каналу. Артист рассказал о службе в армии и о том, как для каждого концерта подбирается список песен. Самое интересное записал Ярослав Лапин. В Ставрополе в этом году отметила 76-ю годовщину Великой Победы насыщенной концертной программой, венцом которой стало выступление российской группы Чиш и Ко. Лидер группы Сергей Чеграков еще до концерта рассказал нам, как готовился и подбирал песни. Мы из них составляем всякие калейдоскопы, там как трубу повернешь, а можно и так еще. Но, как правило, 9 мая часть песен мы отставляем в сторону и отставляем больше военных песен. Поклонники Чиш и Ко знают и сами поют эти песни уже много лет. Еще до создания группы Чеграков проходил службу в армии в танковых войсках. Причем происходило это в латвийском городе Венспилсе. Артисту было непросто там заниматься музыкой из-за слишком строгих правил. У меня было несколько гитар, которые разбивал начальник штаба, поскольку он их находил. Маленькие гитарки, раньше они назывались дамские, продавались по 6,50. Он их находил, он их разбивал и все. А вы говорите, каким-то образом пацаны доставали снова с гражданки, приносили эти гитары, давали, мне опять прятал. Это не обязательно, что они принадлежали мне, на них играли все. За два года службы Чеграков написал более ста песен. Для лидера Чиш и Ко 9 мая особенный праздник. Музыкант вспоминает всех родных, которые сражались за нашу родину и принесли ей победу. У меня очень много людей там из нашей родни. Дофига, кто остался на войне. Их там очень много. Самые близкие, это, ну естественно, у меня папа, который застал самый конец войны. И мама, который там ветеран тыла, там тоже какие-то медали у нее были. Публика на праздничный концерт собралась разнообразная. От юных поклонников до фанатов, которые любят группу уже три десятка лет. Мы уже говорили о том, что в крае наконец-то наступили теплые деньки. Солнце и сочная зелень за окном так и манят забросить рабочие обязанности и выбраться на природу. Вот и моя коллега Виктория Шкальная воспользовалась служебным положением. Обеденный перерыв провела на свежем воздухе и сделала сюжет. О том, почему сделать вылазку на улицу все-таки стоит, расскажем далее. На опушке Мамайского леса по пути к следованию к немецкому мосту расположился пруд. В народе его зовут по-разному «Гремучий» или же чаще «Свинячий». Такое неблагозвучное название ему дала заброшенная неподалеку свиноферма. Но официально этот милый водоем в черте города называется Елагиным прудом. В обеденный перерыв желающих посетить озеро немало. И в основном это, конечно, рыбаки. Их здесь можно встретить практически круглый год. И хоть на богатый улов рассчитывать не приходится, радует самовозможность закинуть удочку. Ну, видите, ловится. Наверное, ловится. Я не голодаю, а кот и жид от счастья, поэтому я удовольствие получаю. Я увлекаюсь спортивной рыбалкой. Поймал, отпустил. В данный момент пытаюсь поймать мелкого окунька. Ну, чисто так для удовольствия. Сегодня Елагин пруд может похвастаться живописными видами и удобным расположением. Добраться сюда можно двумя способами. Для любителей пеших прогулок подойдет тропа через лес вдоль реки Мамайки. Путь, правда, не близкий. Тем же, кто пешие прогулки не жалует, добраться поможет 42-й или 7-й маршрут транспорта. Остается спуститься по Ковалевской улице прямиком к пруду. А еще это прекрасное место для пикника даже в обеденное время. Вот, например, у меня получилось совместить приятное с полезным. И сейчас как раз время обеденного перекуса. И поэтому у меня получится порадовать себя не только интересной книгой, но и свежим воздухом и прекрасным видом. И это не единственное место, где в перерыв можно получить не только гастрономическое, но и духовное наслаждение. В пределах города для весеннелетнего обеда на природе подойдет любимое место отдыха всех горожан. Комсомольское озеро. Провести время наедине с природой можно также на холодных родниках и тропе здоровья. А если в запасе есть лишний час на дорогу, можно порадовать себя красотами Сенгелеевского водохранилища или Стрижамента. Тем более, если срочно нужно обновить фотографии в соцсетях. Устраивайте себе маленькие вылазки на природу даже в будни. И жизнь точно заиграет новыми красками. Виктория Шкальная, Юрий Корниенко, Ставропольское телевидение. Ну а такое запомнится эта неделя. В эфире были «Итоги на своем». Меня зовут Никита Шишков. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok